Шел бы нахуй твой бустер, блять, пусть свою ебанную команду за 40 миллионов, блять, спонсирует, но, эй, бустер, сраный ковбой, не лезь в казино, казино это тебе не контрстрайк, тебя порвут нахуй. Давай про рекламу поговорим, то, что ты любишь, деньги, вот это все. За деньги да, за деньги да, да-да-да, великая песня. Когда ты попал, вот этот черный список блогеров. Вы че, реально, чел, это Филькина грамота. Просто горстка долб***вов создали какую-то ассоциацию блогеров и агентств и решили, что они могут, типа, вот раздавать какие-то черные метки. Ты кто, Капитан Флинт? Ты кто, Джон Сильвер? Нет никакой ассоциации блогеров и агентств. Как писали бренды, так и до сих пор пишут. Просто по цене не сходимся, и я без предоплаты не работаю. И крупные, и мелкие пишут все подряд. Бустер недавно сказал, вот эта вся история с походом Крестовым-Мизулиной против блогеров, которые рекламят на Твиче Казик, на самом деле очистила Твиче от рекламы. Потому что в какой-то момент с него исчез креатив, исчезли разные форматы. Все стали крутить бурмалду. Все. Поголовно. Благодаря вот этой истории со списками на Твиче появилось больше контента. Потому что раньше ты заходишь, и все стримят казино. Ну, во-первых, она ничего не добилась. Потому что... На Твиче реклама Казика есть сейчас? Есть. Полно. Но не в таком количестве. Ну, потому что все сдриснули, что она их, блядь, в России как тронет. Мне, например, был по***ть. Я, кстати, не рекламирую казино на всех случаях. Точнее, я так кручу фантики для своего удовольствия. Никогда в жизни... Ну, конечно же, именно ты это все делаешь из благотворительной цели. Так она просто присвоила себе заслуги. Егора Крида и Бустер забанили не за это, а за запретки. За нарушение условий использования Твича. Она просто присвоила, и в итоге разбанили и того, и другого. Я не знаю там, что тебе Бустер говорил, блядь. Это никакой это не крестовый поход. Если есть аудитория, которая хочет смотреть казино, и блогер, который хочет крутить казино, это их личное дело. Мизулина свечку не держала здесь. Поэтому я не знаю, что тебе Бустер наплел относительно того, как разнообразнее стало. О чем я слышал, это то, что многие блогеры, которые выживали как раз вот с трудом, крутя казино и зарабатывали на жизнь, блядь, они обоссались и теперь живут в нищете, блядь. И из-за того, что они живут в России, и они боятся Мизулиной. Так что шел бы нахуй твой Бустер, блядь. Пусть свою ебанную команду за 40 миллионов, блядь, спонсирует, но, эй, Бустер, сраный ковбой, не лезь в казино. Казино это тебе не контр-страйк. Тебя порвут нахуй. Тебя порвут мои ребята, блядь. Мэш, Дед Балдеж, Фирамир. Все, все нахуй встанут. Мы сейчас, блядь, такую бонуску, блядь, купим нахуй, что вся твоя, вся твой канал будет под водой, подонок, блядь. Дальше 40 миллионов тратить на свою помойную команду, ублюдок. Не лезь сюда, это бурмалда. Тебе тут не рады, подонок, блядь. Благодарю. Аж раскрасни его с ним. Я старался, я всегда стараюсь.